Сегодня поговорим о самых сложных комплексах в мире, где покажем вам 5 вариантов, как можно провести свои самые незабываемые 20 минут в вашей жизни. И по традиции пойдем от простых, если их конечно можно назвать таковыми, до лютого хардкора. Поехали! Так, ну что? Самый простой комплекс, и пожалуй единственный, который вы можете выполнить на сегодня, это комплекс из 100 подтягиваний. Для того, чтобы вас немного стимулировать к действию, покажу, как его выполняет Дариус Микс. Это вот такой худой мужичок, которому 59 лет. Однако, вы только посмотрите, как резво он выполняет подтягивания. Спросите, почему? Да вот потому, что тренирует свою выносливость, используя подобные комплексы в своих тренировках. Выполнял данный комплекс Дариус по 10 повторений в подходе, с отдыхом между подходами в 30 секунд. Первые проблемы начались у Дариуса лишь на 4 минуте, когда он выполнил 8 вместо 10, и у него заметно ухудшилась амплитуда движения. Такие нюансы я говорю специально, чтобы вы могли сравнить его результаты со своими, если вдруг тоже решите попробовать этот комплекс. В общем, после 5 минуты повторения упали до 5. Суть данного челленджа не просто в том, чтобы выполнить 100 подтягиваний, а еще и в том, чтобы уложиться в 10 минут. Дариусу этого сделать не удалось, и финальное время составило 11 минут 50 секунд. К слову, обратите внимание на телосложения Дариуса и его партнера по челленджу. Как по мне, это очень наглядный пример того, как разные типы телосложения могут выглядеть в зависимости от вашей генетики. Ну а мы движемся к более сложным комплексам, и следующий вариант буду показывать вам я. Итак, комплекс состоит из 500 повторений на пресс. В нем 10 упражнений, каждое из которых необходимо выполнить 50 раз. Первое упражнение было довольно несложным. Это так называемое подведение колена. Выполнил одним подходом. А вот дальше были скручивания звезда. И забегая наперед, могу сказать, что лично для меня оно было самым сложным во всем комплексе. Наверное, по этой самой причине автор программы поставил его в самое начало. В общем, 50 повторений таких вот скручиваний дались тяжело, я довольно сильно забился. Далее были опускания бедра. Ранее данное упражнение я не выполнял, поэтому по технике строго не судите. Поначалу оно далось мне весьма легко, а вот в последних повторениях я уже начал чувствовать целевые мышечные группы. Но знаете, по сравнению со следующим движением, это был детский сад. Велосипед со скручиваниями уже окончательно ушатал мой пресс, и под конец я просто не вывозил и помогал себе руками. Скручивание с подведением колен сидя, на удивление, после велосипеда показалось легким. Конечно, пресс уже был забит, однако сил на такое относительно несложное движение все равно хватало. Далее была восьмерка. Согласно разработчикам данного комплекса, одна восьмерка это два повторения. Так что все не так уж и плохо, выполнил лишь с одной передышкой. Скручивание с широкой постановкой ног я выполнил также весьма уверенно, за счет того, что корпус не нужно было поднимать полностью, хотя горел он к этому моменту уже просто зверски. Следующее упражнение было весьма необычным. Опять-таки, ранее я его не выполнял, поэтому сразу начал неправильно и поднимал одну руку и одну ногу с одной стороны, а нужно было с противоположных. Короче, оператор подсказал мне ошибку и я доделал это упражнение, также без особых проблем. Оно было среднего уровня сложности, однако, честно признаюсь, на этом моменте я вообще мало что ощущал. Вместо пресса у меня был просто какой-то кусок боли в животе, поэтому со следующего движения я, мягко говоря, офигел. Это был быстрый попеременный подъем прямых ног лежа. Чувак говорит, прожигай мышцы пресса, там вместо пресса уже пепел, там феникс скоро родится. Ой, погнали. Короче, после этого упражнения пресс уже окончательно был убит. Радовал лишь тот факт, что это была финишная прямая и осталось всего лишь одно упражнение, это были обратные скручивания. Конечно, сказать, что оно сложное я не могу, но после такого комплекса даже подъем с кровати будет ощущаться. Да что тут говорить, вы просто попробуйте этот комплекс на следующей своей тренировке, и вам все сразу станет понятно. Вся тренировка у меня заняла 26 минут практически непрерывной работы. Ну, давайте передохнем и немножечко отвлечемся от комплексов и посмотрим небольшой мотивационный ролик. Позже объясню, зачем я вам его показал. Так, ну что, я надеюсь, мотивацией вы зарядились. По правде говоря, этому видео уже 7 лет в обед, причем в прямом смысле слова. Оно было добавлено на ютуб 7 лет назад. Однако, как я уже сказал, показал я вам его не просто так, ведь следующий комплекс будет выполнять именно этот парниша. Как можете заметить, он уже подрос и нифига не бросил слов на ветер, ведь комплекс, который он будет выполнять, даже взрослым мужикам покажется весьма хардкорным. Все, что входит в данный комплекс, вы видите на своем экране. И выполнить весь этот объем необходимо за 15 минут. Ну или меньше, разумеется. Стоит сказать, что парниша, его кстати зовут Димар Джей, не какой-то суператлет. Уже после 20 подтягиваний выполнить выход ему было крайне сложно. И ему это едва удалось. Так что весь комплекс парень тащил на характере. Просто гляньте вот этот фрагмент. Вот примерно в таком стиле проходил весь комплекс. Обратите внимание, как он выполнял, к примеру, становую тягу на турнике. Если вы не понимаете, что это за движение, то вот как оно выполняется в нормальной технике. Димар Джей по факту не готов его выполнять, однако он сделал все, что мог, просто чтобы довести комплекс до конца. То же самое было и с отжиманиями в стойке. Вы просто гляньте. Однако выводов тут можно сделать несколько. Первый это не беритесь выполнять сложные движения, пока не наработаете достаточную базу. И второй, абсолютно противоположный первому. Это делай так, как умеешь с тем, что есть сейчас. Напишите, кстати, в комментариях, какой из выводов вам ближе по духу. Будет интересно. В общем, несмотря на технику, Димар Джей таки выполнил сет за 15 минут 22 секунды. Ну что, осталось всего два сета, и, как вы понимаете, настоящий ад начинается прямо сейчас. Следующий комплекс состоит из всего лишь одного движения, и это отжимания в стойке на руках. Этот чудо-комплекс выполнил мой друг Андрей. И суть его заключается в том, чтобы отжаться в стойке 300 раз за 30 минут. Я уже неоднократно делал выпуски об Андрея, поэтому вы, скорее всего, прекрасно знаете его лютый уровень. Субъективно я лично считаю его самым сильным атлетом в мире, если говорить про статические элементы и разнообразие в этих самых элементах. Так вот, план Андрея был в том, чтобы закрыть данный комплекс, выполнив всего 20 подходов. То есть ему в каждом подходе необходимо было делать по 15 повторений в стойке на руках. Ни о какой потере баланса там и речи не шло. Андрей стоит на руках ровно с такой же уверенностью, как и на ногах. Просто чтобы вы понимали, он действительно первые 20 минут выполнял подходы по 15 повторений в каждом, ни разу не теряя при этом баланс. И лишь когда было 195 повторений, он впервые сделал 13 отжиманий. Концовку Андрей уже добивал как мог, просто чтобы вложиться в 30 минут, и буквально немного не вложился. У него на весь комплекс ушло 33 минуты. Если хотите, можете повторить нечто подобное, хотя бы у стены, гарантирую, что ваши плечи не дадут вам спать как минимум несколько следующих дней. А перед тем, как мы двинемся к самому лютому на сегодня комплексу, я напомню, что какую бы цель вы не преследовали, будь то изучение элементов, набор мышечной массы или похудения, основа всегда будет лежать в вашем умении выполнять базовые упражнения. И для того, чтобы максимально быстро достичь высоких результатов в базе, мы создали проект Workout Athlete 2.0. С нами тренируются уже более 3,5 тысяч человек, просто прочитайте вот эти отзывы, которые говорят сами за себя. А еще у нас сотни трансформаций, как в силе, так и в форме, причем тренируются не только парни, но и девушки. Начиная тренироваться с нами, вы тоже будете сдавать норматив, и по итогу 100% участников, дошедших до конца программы, могут объективно оценить результаты, сдав норматив повторно. Этим и отличается системный, грамотный тренинг от хаотичного. Всю подробную информацию, еще больше отзывов и результатов можете прочитать на нашем сайте, по ссылке в описании. А мы переходим к самому лютому комплексу на сегодня. Ну и тут как обычно, когда дело заходит о самых сложных комплексах, я нахожу что-то интересное у атлета по имени Аким Суприм. У него абсолютно всегда есть какие-то совершенно неадекватные комплексы, которые только он и выполняет. Конечно, можно сказать, что от чувака в такой форме ты точно ожидаешь чего-то подобного. Однако, как правило, тяжеловесом комплексы с собственным весом даются еще сложнее, чем легким атлетам. Поэтому Аким реально монстр. И вот как выглядит его сегодняшний сет. Его, пожалуй, я даже зачитаю. 40 выходов силой. 40 отжиманий в упоре над турником. 40 отжиманий с хлопком. 50 выпадов. Снова 30 выходов силой. 30 отжиманий в упоре над турником. Снова 30 отжиманий с хлопком. И 3 минуты планка. Вы же, надеюсь, понимаете, что весь комплекс, по сути, кроме выпадов и планки, это толкающее движение. Что делает данный комплекс еще более неадекватным, чем те, в которых просто большой тренировочный объем. Но при этом на разные мышечные группы. И в отличие, например, от того комплекса на пресс, который выполнял я, здесь действительно сложное движение, которое уже не получится выполнить без должного восстановления. И знаете, в чем крутость Акима? Он сочетает в себе характеристики топового воркаут-атлета, выглядит как выступающий бодибилдер и по характеру и уровню мотивации ничем не уступает Димар Джею. По ходу выполнения комплекса нельзя было сказать, что ему легко. Отжимания в упоре над турником он выполнял в достаточно короткой амплитуде. Выпады так вообще выглядели, признаюсь честно, немного по-дилетантски. Но судить технику всегда легко именно со стороны. 95% зрителей данного видео никогда подобное не применят. А вот когда действительно пробуешь выполнять такой комплекс, тогда и становится понятно, почему такая техника, и что мозг максимально сопротивляется. Не то, чтобы выполнить движение правильно, а в целом тому, чтобы продолжать это безумие дальше. И также убедись, что видел вот эти ролики, ведь в них еще больше крутых комплексов. Выпуск для вас подготовил Федор Чепкий. Еще увидимся. Федор Чепкий.